МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Первый Матищенский. И сегодня в студии телеканала мы подводим итоги первой рабочей недели Нового года. Картина минувших семи дней в материалах корреспондентов и комментариях экспертов все самое актуальное и важное для жителей округа прямо сейчас. В Матищах стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2017». В этот раз за призовые места борются представительницы семи детских дошкольных образовательных учреждений. Так педагоги уже провели открытые уроки, покорив своим профессионализмом не только опытное жюри, но и юных учеников. Подробности у Анны Раченковой. Получасовое занятие с детьми, которое входит в очный тур конкурса, только на первый взгляд кажется интересной игрой с шутками и забавными заданиями. Но за всем этим стоят профессиональные методики, которые напрямую влияют на развитие ребенка. Юные участники первого урока, прошедшего во второй конкурсный день, погрузились в мир звуков и правильного произношения. «Так как я учитель логопед, все-таки я работаю в этой сфере. И у меня и опыт работы, и мастер-класс, он объединен вот одной ниточкой. Это автоматизация звуков по модульной системе Елены Филипповны Архиповой. Но я использую, опять же, игровые моменты и подборку собственного лексического материала. Потому что структура есть, наполняемости нет. Вот я постаралась ее наполнить и хочу показать, как можно играть с этими словами, картинками. Чтобы, опять же, было интересно, и дети хотели идти на занятия. И было эффективно, чтобы моя работа была эффективной. Это тоже важно. Яркость не всегда важна. Важна в коррекционной работе. Результативность и важность. Но о результатах лучше самих учеников никто не расскажет. Ребята, ведь у вас кто-то был еще, кроме вашего педагога, с вами. Расскажите, а кто это? Кукла. Кукла? Да. А расскажите, а какая, почему она с вами была? Что у нее случилось? Ну, сок. Ну, она не знала букву С. И мы помогли ей купить сок. Вы ее научили этой буквой, получается? А сами вы выучили, хорошо? Да. Ну, расскажите мне пять слов, назовите с этой буквой. С. С. Да, она с буквой С. Сок. Так. Нос. Нос. Что? Штул. Насос. Это еда? Нос. Топазы. Сапог. Педагогическое занятие с детьми – непростое испытание. Предугадать, появится ли связующая ниточка между юными учениками и учителем невозможно. Зачастую, в зависимости от ситуации, педагоги меняют ход занятия, импровизируют, а в конце становятся для ребят новым другом. Никаких регламентов, кроме временного, нет. Поэтому опыт и фантазия превращают каждое занятие в мини-путешествие. Узнать свои результаты по каждому этапу участницы смогут только после оглашения победителя конкурса. Конечно, каждый член жюри уже как-то, наверное, выбрал тех, кто у него уже в приоритете. Но пока это все хранится в тайне. Интрига у нас сохраняется до самого последнего момента. Конкурсант узнает о своей победе фактически уже на сцене, когда объявляются все результаты. То есть заранее никому ничего не известно. Но впереди еще несколько испытаний. Лучшая из лучших будет выбрана в марте. Именно она и представит наш округ на региональном этапе профессионального конкурса «Воспитатель года-2017». Анна Раченкова, Сергей Федоров, информационная программа «День». Нашему округу повезло с педагогами и воспитателями. Качество их преподавания ежегодно оценивается на самом высоком уровне и самыми достойными наградами. Именно в такие руки хочется отдавать на обучение своих детей. А как же иначе? Самым важным людям, детям и старикам хочется отдавать все самое лучшее и окружать заботой. Выплату материнского капитала продлили до 31 декабря 2018 года. А пенсионерам в январе этого года выплатят по 5000 рублей. Какие еще изменения произошли в пенсионной системе государства, расскажем в нашем следующем сюжете. Программа материнского капитала существует с 2007 года. С этого времени в городском округе Мытища такой сертификат получили 11 266 семей. За это время изменился и размер выплат. От 250 тысяч рублей до 453 тысяч. Каковым и остается по сей день. В 2017 году не планируется индексация, по крайней мере, на сегодняшний день этой суммы. Но материнский капитал, так как получение продлили его, то есть могут получить все мамы, которые родят второго или больше ребенка, третьего, четвертого, до 31 декабря 2018 года. Но надо отметить, что сертификат получается мамой только один раз. В 2016 году принято 1720 заявлений на получение сертификата. Направления использования материнского капитала остаются те же. Их четыре. Улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации на детей и инвалидов. Для кого-то сумма выплат капитала существенная, а кому-то хотелось бы побольше. А считаете ли, что это существенная помощь для молодой семьи? Нет, слишком мало. А как вы думаете, какая просто оптимальная сумма мамочкам? Миллиончик бы был, неплохо. Да, у меня он есть в 2010 году, с 2010 года. Вот сейчас 17-й, он до сих пор еще лежит. Мы им не пользовались. Материнский капитал есть 400 тысяч, но с нынешними ценами на квартиры это капля в море. Материнский капитал призван улучшить демографическую ситуацию в стране. Но многие не решаются родить второго и останавливаются на воспитании одного ребенка. Ну, знакомых нет, к сожалению, у всех по одному ребенку, у ближайших знакомых. Но знаю, что пользуются, конечно, когда молодая семья с детьми приобретает квартиру, это очень помогает, естественно. Материнский капитал не изменился, зато новшества и дополнительные выплаты ожидают граждан пожилого возраста. Так, в нашем муниципалитете более 58 тысяч пенсионеров, и средняя пенсия составляет 13 тысяч рублей. В январе их ожидает дополнительная выплата. Единовременная выплата в размере 5 тысяч. Это, ну, как бы замещение очередной индексации 16-го года будет выплачено всем пенсионерам в январе. Сроки выплаты с 13 по 28 января. Она выплачивается в беззаявительном порядке и, в общем-то, на те же лицевые счета разносятся, как отделением Сбербанка, так же, кто получает пенсии через отдел доставки, так же будут доставлены эти 5 тысяч. Эти деньги – действительно хорошая помощь нашим пенсионерам. Такая поддержка государства для них очень важна. В этом году состоится и индексация пенсии. С февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год, ориентировочно на 5,8%. Если вас интересует подробная информация о получении материнского капитала или выплаты пенсии, то вы можете узнать все на официальном сайте Пенсионного фонда. Алла Сталаев, Андрей Капустин. Информационная программа «День». День заповедников и национальных парков отмечается в России уже 20 лет, хотя традиция охраны особо ценных лесных массивов и природных комплексов уходит вглубь веков. Сегодня в стране насчитывается около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий. Среди них и всемирно известный национальный парк «Лосиный остров». Наш корреспондент Сергей Берзин посетил заповедник и предоставил нам возможность полюбоваться красотой заснеженного леса. Это не просто лесопарк, каких немало. Это самый настоящий лес. Большей частью нетронутый лес. И это при том, что по периметру Лосиного острова проживает 2 миллиона человек. От такого близкого соседства флора и фауна обычно не выигрывают. Исключений очень немного. Лосиный остров – это наша гордость. Нигде в мире больше нет таких больших лесных массивов вблизи мегаполисов. А нам это удалось. Лес сохранился. И не только сохранился, но имеет прекрасную возможность развиваться. Хотя это во многом зависит от всех нас. Не раз бывало, что Плосиный остров мог смертельно пострадать от хищничества и алчности. Но всегда находились силы его отстоять. Цивилизация врезается в леса автомобильными трассами, экономическим прагматизмом. Когда-то могли вырубить и Лосиный остров. Но он стоит невредим. А начинался он, как царское охотничье угодье. Чужих сюда не пускали, но и сами тоже предпочитали не охотиться. Лес сохранен и живет своей жизнью. Это не значит, что ему не надо помогать. Без помощи человека не обойтись. Десятки лосей, сотни оленей и кабанов, белки, лисицы, бобры, андатры живут рядом с нами, потому что веками мы их защищали. Это славная наша история и славная традиция. Лосиный остров в Подмосковье не одинок. Так же, как Завидовский заповедник, памятник природы Серебряный Бор, Чарустинский лес, все они известны на весь мир. Они рядом с нами, а значит, нам есть чем гордиться. Сергей Берзин, Андрей Капустин, информационная программа «День». Вот такая красота и совсем рядом. Еще один наш коллега совершил зимнюю прогулку, но уже по замерзшему водоему. И не один, а с компанией. На Пироговском водохранилище прошел рейд сотрудников спасательных служб. О том, как прошло мероприятие, о соблюдении мер по безопасности на льду в репортаже корреспондента Владимира Малявина. Поесть с аппетитом свежей ухи в компании коллег и провести время на свежем морозе этого ждет с нетерпением каждый рыбак со стажем. Надежда, что рыбка вот-вот окажется на крючке и удастся похвастаться уловом перед менее удачливыми товарищами, зачастую заставляет забывать рыболовов об элементарных нормах безопасности. Когда рыбак все-таки оказывается в критической ситуации, на помощь приходят спасатели. Предостречь и помочь – главная задача людей, отвечающих за безопасность на льду. Сегодняшний день начался с патрулирования Клязьминского водохранилища с целью того, чтобы предупредить людей о мерах предосторожности. Наша задача – это профилактическая работа среди населения. И мы желаем рыбакам удачи на рыбалке, и чтобы никто не попадал в неприятные ситуации, чтобы им не пришлось пользоваться помощью спасателей, потому что исход бывает разный. Азарт, присущий любителям подледного лова, напрочь заглушает голос инстинкта самосохранения и заставляет спасательные службы проводить рейды и следить за тем, чтобы увлечение не обернулось трагедией. Лед коварен, он не прощает беспечности и жестоко наказывает тех, кто пренебрегает элементарными правилами. Опасность поджидает на каждом шагу. Следует учитывать, что прочность льда зависит, во-первых, от его толщины, а во-вторых, от температуры воды и воздуха. Лед сейчас достаточно толстый, где-то 30-35 сантиметров, но мог бы быть толще. Уровень воды до сих пор падает, соответственно, лед висит в воздухе, не намерзает, потом просаживается и намерзает. Но после морозов, до морозов был где-то 15 сантиметров, после морозов сейчас до 30-35 сантиметров, то есть это достаточно безопасный, но он неоднородный. То есть все равно опасность как бы существует. Но вот разговаривали сейчас с рыбаками, рыбаки достаточно опытные, старые рыбаки, я думаю, уже проваливались не раз. Ну, все в порядке. Рыбка, правда, у них не клюет. Большой опасности подвергаются и любители покататься на снегоходах. Пренебрегая всеми мерами осторожности, выезжая на ледовую поверхность водоемов, не убедившись в его прочности, очень часто проваливаются под лед. Больше, наверное, хлопот доставляют не рыбаки, а снегоходчики. Ныряют в канал постоянно и, соответственно, проваливаются. Слава богу, без жертв, снегоход тонет, человек вылетает. Но игрушка не дешевая, им потом приходится это все дело доставать. Похвастать любителям зимней рыбалки в этом году особо нечем. Клева с начала года нет. Всему виной браконьеры. Но рыбаки надежды не теряют и в приятной зимней тишине на водоемах ждут своего звездного часа у лунки. Рыбалка никакая, рыба не клюет. Почему? Потому что ее очень мало. А с чем это связано? С браками. С браконьерами. Ага. И сейчас, по-моему, сети вот стоят вот там, в заливе. Вот здесь, по-моему, в заливе стоят. А помимо судака здесь еще какая рыба? Вся рыба есть. А с этими рыбами как? Щука, окунь, окунь много, мелкого много окуня. Лещ, вот лещатники сидят. Ясно. А вы приблизительно за день сколько рыб вы водите? Ни одной. Ни одной? А тогда смысл нахождения здесь? На природе это хобби на всю жизнь. Хорошее отношение между рыбаками и спасателями не гарантия совместной рыбной трапезы. Чувство юмора и надежда полакомиться вкусной рыбкой не снимает ответственность за выполнение своих профессиональных обязанностей служб безопасности. Улов для них это святое. Мы даже не претендуем. В общем, хорошие ухи вкусные. Довольствоваться не пришлось. Не пришлось. Они здесь просто не готовят. Ну, не отказались бы, да? Ну, если бы угостили, мы бы, конечно, не отказались бы. Это точно. Владимир Малявин, Денис Петров. Информационная программа День. Безопасность на льду – тема тем более актуальная в преддверии праздника Крещения. И сотрудники разных назорных ведомств пристально следят за подготовкой к одному из главных православных праздников. А сотрудники территориального отдела номер 7 Госадомтехнадзора Московской области начали проверки готовности храмов к приему верующих на праздничные богослужения. Главная традиция праздника Крещения, которое православные будут отмечать 19 января – это освящение воды. В этот день за святой водой в ближайшие храмы отправятся сотни верующих, поэтому там все должно быть готово к приему прихожан. Во время подобных проверок сотрудники Госадомтехнадзора особое внимание уделяют чистоте дворов. Дорожки должны быть расчищены от снега и наледи. Сегодня инспекторы территориального отдела номер 7 побывали в церкви Благовещения в Тайнинском и посетили территорию храма Рождества Христова. На момент проверки выявлено незначительное нарушение закона Московской области о благоустройстве. Ответственным лицам будет указано на эти нарушения и будем добиваться немедленного устранения их во избежание административного воздействия. Неисполнение закона о благоустройстве Московской области грозит штрафом для юридических лиц от 15 до 70 тысяч рублей. В настоящий момент проверки продолжаются. Специалисты ведомства проверят большинство храмов и церквей нашего округа. Кроме того, обследованы будут и места совершения главной народной традиции праздника крещения – купание в проруби. Анна Рощенкова, Сергей Федоров, информационная программа «День». Праздники, к сожалению, имеют свойство заканчиваться. После них, кроме ярких и приятных воспоминаний, остается и легкая грусть. Главные героини новогодних праздников – елки с окончанием каникул снимают яркие наряды и оказываются на контейнерных площадках. Но на этом их путь не заканчивается. Они еще могут приносить реальную пользу. Какую узнавала Анна Рощенкова. Елку можно смело назвать главным атрибутом Нового года. Но после праздников нас ждет удручающая картина. Еще несколько дней назад создававшие волшебное настроение деревья оказываются на помойке. Но каждая такая елка еще может принести пользу городу. Каждый житель может вынести и разместить свою елочку на городской контейнерной площадке. Непосредственно в кармане для сбора крупногабаритного мусора или рядом с контейнерами. Просьба не размещать елки в контейнерах, не пытаться их запихнуть туда, потому что это вызовет небольшое перенакопление мусора. Собирать и вывозить елки с контейнерных площадок будут сотрудники коммунальных предприятий города. Специализированная машина доставит хвойные деревья в пункт переработки Леспаркхоза. Там елки и получат свою вторую жизнь. Леспаркхоз совместно со спецтрим-трансом собирает новогодние елки, привозит сюда для того, чтобы произвести. Мульчу, биомассу такую. После чего весной, когда это все соберется, весной добавить эту биомассу в те кусты и деревья, которые любят кислые почвы. А такую почву любит, например, гортензия, которая все чаще украшает городские клумбы. Как только соберется нужное количество елок, заработает машина по их измельчению. Но с первым теплом полученный материал уже начнет приносить пользу и делать наш город еще зеленее. Свой вклад в это благое дело может внести каждый из нас. Особенно в год экологии. Анна Рощенкова, Константин Бондаренко. Информационная программа. День. Продолжим тему. Активно обсуждать нерадивость руководителей. Требовать порядка, немедленного решения проблем и устранения их последствий от различных служб и ведомств это мы умеем. Но ведь чаще всего именно мы сами и создаем эти проблемы. Наш корреспондент убедился, что так и бывает. Смотрим сюжет. Наверное в любом дворе, даже самым благоустроенным можно найти свои темные пятна. Почему-то где-то что-то не так. Портал Добродел дает возможность высветить все их. Как здесь, под окнами дома 32А по улице Мира. Стихийная свалка. Безобразие. Никто не принимает мер. Автор обращения отмечает. Несанкционированная свалка мусора и никому до нее нет дела. Свалка мусора действительно находится прямо возле контейнерной площадки, которая содержится в отличном состоянии. Это хорошо видно. А вот свалка это действительно никого не интересует. Кроме, пожалуй, местных мальчишек. Бытовой мусор перекочевал сюда, скорее всего, после ремонта одной из соседних квартир. По правилам, сам хозяин должен был заказать контейнер и вывести крупногабаритные отходы за свой счет. Но он предпочел свалить их у всех на виду в надежде, что обслуживающая организация сама все утилизирует. Но по договору она не обязана это делать. Поэтому и лежит здесь бытовой мусор несколько месяцев. Теперь уже под толстым слоем снега. Кстати сказать, срок исполнения, то есть уборки стихийной свалки на портале ограничен сегодняшним днем, 12 января. Пока она не убрана, для ее утилизации необходимо выделить дополнительные силы и средства. В конце концов, их выделят и проблема будет решена. Но вопрос – когда? Из окна видно все. И проконтролировать сам процесс несложно. Но вот как бы еще достучаться до тех же соседей, которые устраивают такие свалки, из-за которых потом по полгода ведется переписка на портале Добродел. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». 12 января свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры Российской Федерации. Этот день празднуется в нашей стране, начиная с 1996 года. Органы прокуратуры являются надежной опорой государства, твердо отстаивают принципы законности и правопорядка. Наша съемочная группа побывала в Мытищинской городской прокуратуре и узнала, как проходят рабочие будни сотрудников этого надзорного ведомства. Никита Самоленко, как обычно, утром спешит на работу в прокуратуру. А что самое важное – на любимую работу. Молодой и перспективный сотрудник надзорного ведомства работает в органах более трех лет. Мечта детства – стать юристом осуществилась. И на вопрос, каким должен быть работник прокуратуры, отвечает незамедлительно. Во-первых, он должен понимать, что ему надо от работы юристом. То есть он хочет зарабатывать деньги, либо он хочет помогать людям. Сначала он должен определиться для себя, что ему нужно. А так, в основном, конечно, желание постоянно развиваться. То есть здесь нельзя оставаться на месте, потому что законодательство не стоит на месте. Оно всегда меняется, всегда есть какие-то новые, вводятся новые какие-то нормы. Поэтому, если ты один раз там что-то запомнил, зазубрил, то через какое-то время, может быть, даже через месяц это уже действовать не будет. Соответственно, надо иметь желание постоянно развиваться, постоянно совершенствоваться, самосовершенствоваться. Коллектив Матичинской прокуратуры объединяет сотрудников разных возрастов и разных уровней профессионального опыта. Именно это и дает эффективные результаты в работе. Помощник городского прокурора Екатерина Хатырева занимается надзором за органами предварительного расследования. По ее словам, работа сложная, но интересная. Объем с каждым годом увеличивается, все больше граждане обращаются в органы полиции. Соответственно, полиция старается всем помочь, в том числе и мы стараемся помочь. Если где-то органы полиции не доработали, мы им на это указываем, и чтобы они в полном объеме отрабатывали поставленные перед ними задачи. Вопросы федеральной безопасности сейчас имеют особое значение. Да и за криминогенной обстановкой нужен особый контроль. Поэтому сотрудникам надзорного ведомства приходится всегда быть на чеку и каждый раз самосовершенствоваться, изучая нововведения в законах Российской Федерации. Каждый день, наверное, учусь чему-то новому, постигаем. Саморазвитие происходит постоянное, потому что каждая какая-то момент по работе для тебя что-то новое открывает в первую очередь. Вот так изо дня в день сотрудники прокуратуры решают поставленные задачи. Их каждодневный труд во благо общества и всего государства. И как известно, слаженная и продуктивная работа всего коллектива – это во многом заслуга руководителя. Юрий Чижов, прокурор городского округа Мытища, поздравляет в этот день с профессиональным праздником своих коллег. Уважаемые работники прокуратуры Российской Федерации, мы, конечно же, ветераны. Я хочу поздравить всех с нашим профессиональным праздником, днем работника прокуратуры Российской Федерации. Пожелать, конечно, хочется всем крепкого здоровья, счастья, успехов профессиональных, профессионального роста. Также хочу поздравить коллектив Мытищинской городской прокуратуры. Весь коллектив состоит, в принципе, из молодых ребят, которые профессионально исполняют свои обязанности. Хочу всех также наш коллектив поздравить с профессиональным праздником. Пожелать дальнейших успехов, профессионального роста. Старайтесь, работайте, соблюдайте законность. Коллектив Мытищинской прокуратуры и в свой профессиональный праздник в строю. Ведь главная задача – стоять на страже закона и правопорядка, обеспечивать стабильность и надежную защиту интересов общества и государства. Алла Сталаева, Сергей Федоров, информационная программа «День». На этой неделе отметили и День российской печати, который состоялся 13 января. Сегодня уже невозможно представить себе жизнь без газет и журналов. При этом особую роль играет именно местная пресса. Работники СМИ создают единое информационное пространство городского округа Мытищи, а значит объединяют всех наших жителей. Любимые мытищинцами газеты «Родники» и «Неделя в округе», журнал «Спортивные мытищи» – это те издания, которые пользуются большой популярностью в округе. Во многом благодаря их работе мытищинцы чувствуют свою сопричастность ко всему, что происходит в нашем муниципалитете. Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошло первенство России по баскетболу среди команд девушек 2002 года рождения. О спортивных баталиях на баскетбольных площадках в репортаже нашего корреспондента. Сегодня в Мытищах проходил четвертый тур полуфинальных соревнований по баскетболу у девушек 2002 года рождения. Наш город представляет дружина Ирины Лапутины с дюшор Мытищи. Юные баскетболистки продолжают укреплять свои лидирующие позиции в турнирной таблице первенства России. В матче с девушками из шор номер 56 Москва в упорной борьбе была добыта победа со счетом 51-44. Как отметил директор специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва по баскетболу Алексей Годзинский соревнования очень интересные и интрига сохраняется до заключительного тура, несмотря на единственный проигрыш наших спортсменок. Проиграли Уор-4 Гомельского, да, но игра была ровная, так что мячик круглый. Я всегда говорю, что если команда даже имеет какой-то там небольшой, выше немножко статус, но они тем более проиграли серебряным призером того года. Уор-4 в финале проиграли стали вторые, а не призеры прошлого первенства России сезона 15-16. Так что достойная игра, посмотрим, конечно, что, как будет дальше, но будем стараться. Уверенность в игре и боевой настрой перед заключительным туром не дал усомниться в итоговом раскладе в турнирной таблице. Результативно начало игры в свой актив записали девушки из московской команды, поведя со счетом 6-0. Но к середине первого периода наши юниорки переломили ход матча и до его завершения удерживали победу в упорном противостоянии. Победой с разницей в 7 очков и уверенность на второе место в дивизионе «Матище» перед заключительной игрой с дюж номер 7 из Ростова-на-Дону. Девчонки, скажите, вы довольны сегодняшним результатом? Конечно, довольны. Но мы же выиграли. Да. Ну, правда. Еще завтра победа будет. Все. Мы выиграли, мы в финале. Концовка же была немножко нервная такая, смотрела, да? Ну, нормальная. Мы просто устали очень. И переживали. Три игры было. Было много игр, да. Это же игра одна из важнейших была, правильно? Эта игра была за выход в финал, и мы в финале. Теперь самая главная задача у вас в финале какая будет? Наверное, у каждой команды есть цель выйти в тройку хотя бы. У нас тоже. Ну, как минимум, получается, хотя бы бронзовые места. Да. А максимум? Конечно, золотые. Вы там обрежете. Ну, вы верите в себя? Конечно. Значит, что вы сделаете? Выиграем. Решительный настрой на успех у победительниц в сегодняшнем матче качество очень нужное перед важными играми в финале первенства России. Важно не перегореть. Соперницы будут очень серьезными, и легких встреч не будет. Главная вера в победу и командный боевой дух. Задача, первая задача на данном этапе – попасть в финал. Да, а далее задача стоит, скажем, чтобы поднять результат того сезона, да. Ну, будем стараться попасть в шестерку, чтобы были лучшие шестерки всей России. Это будет уже как бы прогресс. Я считаю, что мы показываем неплохой уровень и для того, как работу, конечно, нашего тренерского состава, как мы сейчас выступаем. Владимир Малявин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Мы рады сообщить, что наши спортсменки на соревнованиях заняли второе место. Поздравляем их! На этом наш итоговый выпуск завершен. Корреспонденты Первого Матищенского и я, Алла Сталаева, рассказали вам о главном за неделю. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова